Друзья, вы знаете, я пошел за Лазарем Тропыниным, но не нашел его и нашел гораздо лучше интервьюируемого гостя. Я вообще и действительно планировал с Ольгой поговорить, представляет Ольга Гиевская. Это Ольга Гиевская, это мой друг, наш коллега, это Топ Стилист Велопрофессионалс, это, как это, ты, как с Трандвиженом, как правильно это называется? Ты победитель Трандвижен Аворда 2019, 2018 года. Это, в общем-то, уже известно наверняка вам всем, потому что это наша целевая аудитория прихмахеры. Здрасте. Да, наши гости. И, Оль, я, в принципе, ну, у меня несколько вопросов к тебе. Ну, как и к стилисту, как и к тренеру, который преподает. Прежде всего, мне очень интересно твое мнение, как стилиста, как художника, как инфлюенсера, как человека, который увидел сегодня коллекцию, ну, три группы, да, сегодня три были коллекции, Игоря, Леши и Лены, и наших коллег из студии. Да, вот скажи, пожалуйста, вот, Иллюминаш, для тебя это разновидность Балаяжа, или это все равно какое-то, или все-таки такое-то что-то новое, какая-то новая идея творческая, это какой-то импульс, это новая техника, что для тебя это, это название? Слушайте, честно, если очень честно, я не знаю, там, как воспримет это моя компания, я не знаю, как это воспримут... Честно, это самое крутое. Да, но я скажу честно, мне кажется, это маркетинг, вот, ну, к чему я не имею никаких претензий, мне это очень нравится, вот, и мне кажется, что в нашей работе, как никогда сейчас, важен маркетинг. Правильные продажи, да. Конечно, правильные продажи, правильное позиционирование какого-то продукта. Мы, конечно, говорим, я мой, ну, то есть, понятие маркетинга, оно в себя включает и research, и мнение большинства, и мнение инфлюенсеров, и, естественно, тренды, которые там транслируют на сегодняшний день, там, и дизайнеры, и какие-то блогеры, и инфлюенсеры, и так далее, это, ну, как бы, это такое, ну, всеобъемлющее понятие. Вот, но мне кажется, это очень правильный и хороший маркетинг. Это то, что, ну, на мой взгляд, хочет сейчас рынок, это потребность, ну, какого-то большинства, и это очень правильная, грамотная, красивая упаковка. И это то, что мы на сегодняшний день, как мастера, можем продавать. Ну, давай... То есть, это нам поддержка, в принципе, для бизнеса. Ну, да, ну, смотри, давай будем честными. Да, сколько времени мы, как мастера, это делаем? Восемь? Лет? Да. Пять? Ну, да, ну, примерно. Мы мастера, кто, как говорится, из 90-х, то мы тут и делаем. Я тоже. Да, нет, ну, я могу сказать, что однозначно, понимаешь, как бы ты вроде смотришь, да, все то же самое, но что-то вроде бы и новое. И я сегодня много ребят брал интервью, все мне ответили, почему это новое. Потому что это новый подход к блонду, потому что это рассеивание блонды, да, это работа в какой-то перспективе с блондом. Ну, очень интересные какие-то вещи. Слушай, ну, это очень корректные ответы, на мой взгляд. Но если это триггер продаж, это тоже круто. Так вот, ну, да. Короче, на мой взгляд, ну, концептуально, давай, ну, честно, концептуально это не новая история, да, мы это делаем, не знаю, я могу сейчас ошибаться, но как минимум пять лет точно, может быть больше. Вот, то есть вот эти вот все техники рассветления волос, все эти блики в волосах, солнце в волосах, эффект выгоревших волос, все мы это делаем уже давно. Раньше это называлось пейнтинг, потом это называлось балаяж, потом это называлось амбре, милирование, все что угодно. Это, ну, это есть. Вот, то, что мы увидели сегодня на презентации, на мой взгляд, это очень правильная подача того, что сейчас хотят люди. И ведь, смотри, соедини это с какими-то мировыми тенденциями в моде, например, да? Насколько ушло понятие кутюр и насколько сейчас актуально понятие прет-а-порте? Конечно, потому что продается, да. Правда? Это продается, мы, ну, мы все это делаем, да? Мы так или иначе все продаемся, простите, да? Мы продаем свои услуги, мы продаем, там, не знаю, свои семинары, мы продаем свои услуги в салонах и так далее. Это все продается, и сейчас, как никогда, очень важно правильное понятие продажи. А если у тебя нет продукта, который ты продаешь, ну, тогда простите. А продукт есть. А продукт есть, это первое, но у тебя есть продукт, и, ну, сейчас я продолжу свою мысль. Смотрите, что для меня важно. Сейчас у нас есть прекрасный продукт, да, там, от Velo Professionals, ну, если мы говорим о нашей с тобой, да, компании. У нас есть прекрасные руки, которые умеют это делать, ну, это факт. У нас есть, там, команды, которые умеют это делать, то есть, окей. Сейчас нам дали очень хороший инструмент продажи и позиционирования того, как это должно идти в массы. Круто. На мой взгляд, это очень, на мой взгляд, это очень важно сейчас. Потому что именно сейчас, как никогда, мы ориентируемся на инстаграм, на эти тренды. Мы ориентируемся на людей. Мода сама, как таковая. На мировых топ-стилистов. Ну, на мировых топ-стилистов. Но даже, слушай, не на мировых топ-стилистов. Мировые топ-стилисты ориентируются на потребность масс. Тоже верно. Потому что они тоже продаются. И я говорю об этом не с плохой точки зрения. Твоя позиция абсолютно понятна и честно с хорошей. Абсолютно с хорошей. Вот, да, 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 здесь абсолютно никаких оправданий с четко все. Это прикольная тенденция, на мой взгляд. То есть, мы должны очень четко сейчас себе отдавать отчет в том, что ты можешь быть, да, я художник, я так вижу, но оставь свое творчество для своего творчества. Но если ты хочешь быть успешным финансово, ты должен очень четко понимать, что нужно сегодняшнему рынку. Вот тебе вопрос второй про тренды. Вот он и уже ответ на него. Вот. И та презентация, которая произошла сегодня, иллюминаж, это абсолютно точно актуально. Это абсолютно точно актуально с позиции потребления, с позиции надобности, с позиции тренда в Инстаграм, в других соцсетях, среди блогеров и так далее. Это абсолютно точно актуально с позиции большого фэшена, потому что большой фэшен ориентирован вон на массы. И это абсолютно точно продается. И если мы в своих салонах сумеем очень правильно это понять и адаптировать, и сказать, ребят, окей, да, у меня есть свое творчество, но я тоже понимаю, что сейчас актуально, именно тогда мы придем к некой финансовой успешности. То есть это систематизирование фактически какого-то творческого процесса в определенную модную канву. Ну да, и тебе дали просто рецепт. Ну, по сути, мне сказали сегодня, Оль, вот это сейчас тема, вот это продается, это надо делать. Обрати, пожалуйста, на это внимание максимально. И показали нам это ребята, и крутые работы. И как это делать. Скажи, пожалуйста, я думаю, что этот вопрос очень важный, потому что у тебя и у твоих коллег большая школа в Иркутске, ну, у твоей семьи, скажем так, большая школа в Иркутске. Вот, и они, мы все наслышаны, многие там учились. Скажи, пожалуйста, твои семинары, семинары твоей команды претерпят какие-то изменения в связи с новой коллекцией «Люминаж» или, в принципе, просто для вас это будут новые формулы? Или все-таки это стратегически выменять что-то вот с точки зрения именно семинарной деятельности? А, слушай, ну, хороший вопрос. Ну, смотри, окей, давай будем тогда... Не честные. Да, нет, 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 мы максимально честные. Смотри, ну, как бы моя школа, да, допустим, мы занимаемся как базовым обучением, так и обучением в повышении квалификации, так и какими-то специфическими мастер-классами. После этого семинара я понимаю, что потребность рынка, опять же, и потребность в обучении — это вот эти техники. Вот. И я просто... Ну, как, под спрос, вот и все. То есть это еще для меня одно подтверждение. То есть у нас, ну, как бы эти техники, там, Балая, Шамбре, Хэнтач, Эйртач, это все есть в портфолио нашей школы и в наших семинарах. И плюс еще сейчас... И мы просто сейчас будем добавлять туда и люминаж, и, скорее всего, мы сделаем... Бразилийный люминаж. Бразилийный люминаж. Да, скорее всего, будет просто новый семинар, который будет называться именно так, и мы будем это подавать с точки зрения того, что, ребят, все классно, мы все уже умеем делать балаяж, давайте мы вам дадим еще какое-то новое веяние. Все. Оль, ну, наверное, заключительный вопрос в нашем Блиц-интервью. Скажи, пожалуйста, в колористике, в стрижках, формах, какие тренды ты, ну, коротко, да, видишь для себя в 2020, в нашем вот текущем, этом наступившем новом десятилетии? Окей, ну, в стрижках, формах, в цвете, да. Ну, слушай, самое главное – это естественность на самом деле. То есть, натуралукинг. Натуралукинг – это 100%, но это тоже же не просто так происходит, там, да, я как человек, интересующийся историей. Глубинно. Ну, да, в ее, ну, как бы, целостном проявлении, истории моды в том числе, очень хорошо понимаю, что в кризисной ситуации, которая, ну, там, касается не только нашей страны, а всего мира, это очень сильно, экономика всегда очень сильно влияет на моду. Поэтому то, что сейчас есть два разделения, если вы заметили, есть одно направление в моде – это натуралукинг, вот, которое говорит, ребята, сильно много денег не тратим, вот, натуралукинг, встрепанная укладочка, рваная стрижка, вот, babylights, все это не требует каких-то затрат, вам не надо ходить в салон через день, чтобы это поддерживать, поэтому вот вам продукты для поддержания домой, вот вам, типа, через год увидимся, вот вам иллюминаш, который продержится год, вот, ну, как бы, да, вот вам рваные стрижки, которые не нужно там очень вытягивать четко и так далее, это одно направление, которое имеет место быть, но всегда есть в это же кризисное время категория людей, которые говорят, гуляем на последнее, вот, ну, либо имеют возможность, именно поэтому сейчас очень важно инфлюенсерство дома Версачи, почему, например, они сейчас, реально это, ну, мне кажется, сейчас это их какое-то совершенно новое дыхание, никто не слышал о доме Версачи последние, там, не знаю, 10-15 лет, ну, да, они всегда были на неделях моды и так далее, но сейчас они супер в теме, потому что Версачи показывает богатство. А как это интерпретируется на волосы? Ну, это шик, это шик. Шик, да? Это шик. То есть шик еще нужен нашему потребителю, да? Ну, конечно, а здесь не может, не может быть по-другому, всегда будет противопоставление, всегда будут дамы, которые будут говорить, у вас кризис, а я с прической, понимаешь? Я аэртач от рассвета до заката себе сделаю. Слушай, ну, здесь не аэртач, здесь идеально ровный блонд. Да, никогда не видно отросших корней. Никогда не видно отросших корней. Да. Вот, здесь прически и укладки, которые мы делаем специально на выход. Это салонный уход вообще постоянный. Это салонный постоянный уход, и это нарочитое такое, ну, вот, противопоставление, ну, как бы себя, общество через вот это состояние. Слушайте, ну, все равно я хочу сказать, что вообще все взаимосвязано. Нет никакой тенденции искусственно взятой маркетологами с неба и просто вот брошенной, там, я не знаю, нам, стилистам, пожалуйста, работайте, вот это модно. Все равно, я насколько понимаю, что ты говоришь, все проходит через, ну, жернова спроса, да? То есть, условно, либо социально-политических изменений, да? Конечно. Это очень интересно. Оль, ну, огромное тебе спасибо. Надеюсь, не поругать за такое откровенно честное интервью. Это круто, что мы сказали, что думали, и это абсолютно правильно. Мы проговорили уже про иллюминаж с точки зрения бизнеса, о чем даже мы и не планировали. Это важно, потому что это тоже одно из конкурентных преимуществ, да, нашего сегодняшнего, условно говоря, виновника торжества иллюминажа. Вот. Огромное спасибо, я тебя очень люблю. Спасибо за интервью. Спасибо тебе. О!